Второй сезон в новом обличье Хохловская площадь встречает с неоднозначными оценками. Уголок древней Москвы вписали в современный городской пейзаж, но тревожный знак замечаем еще днем. Информационное понос с рассказом про стену белого города размалевано. То, во что это место превращается вечерами и ночью, никак не устраивает жителей окрестных домов. Мы писали очень много раз в префектуру, мы вызывали полицию, которая не приезжает. И самое страшное, я боюсь просто за себя, за своих детей, которых у меня двое. С наступлением темноты на ступенях амфитеатра рекой льется алкоголь. Отдыхающие культурно и не очень заполняют все модное пространство. Жители бульвара совсем другими традициями требуют не только тишины, но и эстетики. Возродилось историческое место, хитровка. Самое криминальное, самое гадкое место Москвы. Вот его долго-долго не было, наверное, около ста лет. Теперь оно возродилось на этом месте. Каждую ночь, особенно пятница, суббота, воскресенье, тут собирается маргинальная молодежь. Вот скорая приезжает к одному из гуляющих. Хорошо или плохо молодому человеку выясняют врачи. А с чем он переборщил, остается только гадать. Здесь каждый день 24 на 7 происходит такое наркотики, алкоголь и передозировки. На пике заполненности людьми сюда регулярно приходят активисты с требованием прекратить распивать спиртное. Призыв встречен, естественно, без восторга. Начинается конфликт и драка. Сторонники здорового образа жизни применяют совершенно нездоровые перцовые баллончики. Приехавший патруль, по идее, должен был бы доставить в отдел несколько сот человек. Но, естественно, сделать этого не может. Скорая увозит пострадавших. На следующий день все здесь будет точно так же. В полиции при этом обвинения в бездействии со стороны жителей отвергают. С начала текущего года с указанного адреса доставлено более 30 человек за различные административные правонарушения, в том числе и за распитие спиртных напитков в общественных местах. По всем фактам в отношении правонарушителей были составлены протоколы. Красивое и современное место, но, как говорят урбанисты, заняться здесь просто нечем. Получается, люди приходят и в прямом, и в переносном смысле смотреть в стену. Стену белого города. При том, что алкоголь продается везде вокруг. Может быть, здесь, опять же, должны быть какие-то события происходить, которые, ну, хотя бы привлекут какой-то другой контингент. Вечером, ну, я не знаю, там, на набережной Парижа, когда идешь, там происходят танцы в латиноамериканской или в парке Горького. Это привлекает людей и отталкивает людей уже просто сидеть и пить, да. Они уже приходят сюда заниматься. Как повлияет зажигательная румба на происходящее? И вообще, зазвучит ли она здесь в итоге? Пока не ясно, но сейчас шумовой фон совсем неблагоприятный для школьника, делающего уроки. Ведь жители окрестных домов привыкли, что самым шумным источником под их окнами до этого был всего лишь трамвай.